Привет, дорогие мои любимые зрители! Сегодня очень интересная тема, по моему мнению, нас ждёт. И тема будет касаться Чеславия. Дело в том, что очень-очень-очень многие люди сейчас будут удивлены, почему именно Чеславия, почему именно сегодня. Но сразу несколько материалов, которые я прочитала в последнее время, навели меня на мысли о Чеславии. Итак, сначала давайте разберёмся, что же такое Чеславия от слова «тщетный», то есть «напрасный» плюс «слава» — это стремление хорошо выглядеть в глазах окружающих, потребность в подтверждении своего превосходства, иногда сопровождающаяся желанием слышать от других людей лезть. Вот. Если вы узнали в себе такого человека, то обязательно продолжайте смотреть этот пост до конца, потому что будет интересно. Итак, мысли о Чеславии завели меня на такую интересную грань, как два образа жизни, которые мы можем в данный момент выбрать для себя. Об одном я уже интересное снимала когда-то видео относительно того, что нам делать, если нет смысла жизни, то есть в чём заключается этот смысл жизни, когда этого смысла мы не можем найти. Мы уже прочитали много книг, мы посмотрели многие передачи, и всё равно смысл жизни — это что-то, что для нас недосягаемо. И здесь мы можем выбрать себе такую жизнь, которую выбрали тысячи, миллионы, наверное, индусов на планете. Это жизнь, которая называется «полывём по течению». Они не тщеславны, они не эгоистичны, они не требовательны и не претендуют ни на что в жизни. Мало того, они не претендуют на хорошую жизнь. Они претендуют лишь на то, чтобы быть в гармонии с самими собой, с окружающим миром. И вот эта гармония является лейтмотивом всей жизни. То есть люди просто-напросто живут, люди просто-напросто наслаждаются солнечным днём, они наслаждаются тем, что они есть здесь и сейчас. И очень многие люди сейчас выбирают тоже эту жизнь. Кто-то называет это дауншифтингом, кто-то называет это по-другому. Но смысл в том, что человек перестаёт стремиться, перестаёт достигать, перестаёт работать. И он живёт именно вот в такой вот расслабленной атмосфере. Очень многие сдают квартиру. Хорошо, если квартира в Москве, потому что можно получить неплохие деньги. И перебираются жить в какую-то тёплую страну, где просто-напросто на деньги от аренды могут позволить себе снять какую-то квартиру. А кто-то живёт и в отеле, я так слышала, и даже как-то, по-моему, сама встречала такого человека в Египте. И наслаждаются своей обычной жизнью. Я также прочитала статью в газете «Новая университетская жизнь» относительно парикмахера-байкера. Я, к сожалению, не захватила эту газету, чтобы показать вам. С одной стороны, интересный, конечно, парень, а с другой стороны, свою профессию архитектора он поменял на то, чтобы просто-напросто стричь за какие-то деньги. Я так поняла, они большие, потому что описывает интересные такие ситуации, когда два дня не мог поесть, и когда у него есть деньги, чтобы заправиться или поесть, он выбирает заправить свой байк для того, чтобы ехать, двигаться. Но суть в том, что в этой статье я не увидела какой-то особой цели, я не увидела какого-то особого стремления. Я поняла, что ему нравится путешествовать, и он хотел посмотреть много стран. Но, тем не менее, вот в самих ответах я не прочитала полной удовлетворённости этой жизнью. Я не прочитала там того, что человек счастлив от вот этих путешествий. Я не увидела там смысла в этих путешествиях, и поэтому я не могу вам сказать, что это для меня мечта и стремление к своей мечте. По-моему, это сродни дауншифтингу, только так как ноль у нас изначально, изначально у парня было 20 тысяч рублей, и поэтому он не мог позволить себе чего-то большего, не мог себе позволить отели и так далее, то, естественно, с таким стартом мы не можем рассчитывать на какой-то супердоход в дальнейшем. А с другой стороны, многие открывают бизнес и издалека, из того же Таиланда, из Вьетнама, и на Ютубе очень много таких парней, они очень неплохую жизнь имеют, очень неплохо зарабатывают, поэтому, возможно, возможно, можно было немножечко постараться и из вот этого плыть по течению, то есть, иносказательно ехать и стричь, можно было сделать нечто большее. Но, опять же, цель жизни, опять же, мировоззрение играют здесь первоочередную роль. Второй сюжет, который меня натолкнул на мысль и почему именно Чесолавия, это, опять же, Альфред Адлер «Наука о характерах», где я прочитала про молодого человека, который был очень успешным, но в конце концов не смог взять себя в руки, пойти и сдать экзамены для того, чтобы получить свою будущую великолепную профессию и реализовываться в ней в дальнейшем. Альфред Адлер работал с этим молодым человеком и установил, что всему виной было Чесолавие. Молодой человек настолько привык быть успешным, настолько привык быть первым, что страх неудачи, страх быть не первым и сдать экзамены не лучше других оттолкнули его настолько назад, что человек просто-напросто перестал стремиться к чему бы то ни было и за вот этой вот личиной, за поиском причин, что я просто не хочу, это не моя профессия, он отказался от своей будущей профессии и не сдавал экзамены. Дело в том, что у вот такой вот тенденции быть по течению и жить просто, просто для меня это вот сдавать квартиру и жить где-то во Вьетнаме, например. Минусов на самом деле очень много. Антисанитарная жизнь, она может вас поджидать на каждом углу, да, плохая еда, отсутствие этой еды, отсутствие хорошей крыши над головой. Опять же, возьмем в пример Индию, индусов, Гоа, где тоже не все так хорошо, и люди требовательные приезжают оттуда в большом, находясь просто-напросто в шоке от условий жизни. Поэтому такой образ жизни, он подходит далеко не всем и не каждому. Не каждый готов выйти из зоны комфорта и жить в таких вот условиях только ради того, чтобы его тщеславие не пострадало от того, что человек не добивается больших успехов. Второй образ жизни, второе мышление, второй тип мышления, наверное, это люди, которые стремятся всегда и во всем быть первыми, это люди, которые заставляют мир крутиться вокруг них. И таких людей, я думаю, меньшинство, хотя современные условия диктуют нам, чтобы таких людей было большинство, чтобы каждый стремился быть именно таким человеком, который реализует себя в полной мере, который успешен в семье, успешен в своей карьере, успешен в своем бизнесе, успешен в своем окружении, успешен в дружбе, успешен в любви, во всех, во всех проявлениях и материально независим. Стремление вот это вот быть всегда и во всем первым очень интересно объясняет Литвак, психотерапевт и писатель, и вы можете посмотреть его видео на ютубе, где он рассказывает, откуда корни у этого явления, и он говорит очень интересные вещи, что так как один сперматозоид должен достичь своей цели из миллионов других, оказаться самым первым, вот это стремление к тому, чтобы оказаться первым у человека, является его очередным базовым стремлением, базовой потребностью личности, и здесь он во многом, конечно же, согласен с Адлером, который определяет вот это стремление быть первым, как первоочередное, и как то, которое описывает все остальное поведение человека в течение всей жизни. Очень интересно на эти темы рассуждает Радислав Гондопас, и я считаю, что его рекомендация призвать себя в армию для достижения каких-то своих целей, она очень логична и имеет право на существование. И Гондопас говорит, призови себя в армию, стань лучшим, работай над собой в течение отведенного тебе срока, например, в течение одного года, а затем ты будешь накрывать большой стол, приглашать друзей, которые провожали тебя в армию, приглашать своих друзей, которые будут рады твоим успехам, и вы все вместе отпразднуете вот этот вот этап, когда ты достиг чего-то большего. Опять же, какие есть минусы у этого стиля жизни, стиля мышления? После того, как мы добились чего-то, естественно, может случиться какой-то кризис, и этот кризис будет заключаться в том, что человек будет испытывать недовольство опять же собой, он будет испытывать странные чувства непонимания, куда двигаться дальше, что делать еще, да, я кайфовал от того, что достигаю, я достиг, и что теперь? Человек находится в непонимании, что происходит и что делать дальше, но, с другой стороны, после того, как ты кайфанул, уже, говорит Гандапас, отдохнул, насладелся твоим успехом, и это обязательно нужно сделать, кстати, он называет максимальный, по-моему, срок три года, если я не ошибаюсь, то, естественно, потом можно ставить и нужно новые цели, идти к ним, достигать их, и вот таким вот образом постоянно должно происходить вот это вот, вот этот обмен, обмен целей, обмен новых пунктов, которые нужно достичь в жизни, и все время нужно стремиться к чему-то большему. Конечно же, меня интересует такой вопрос, как бороться тогда со стрессом, как бороться с паническими атаками, которые сегодня у нас очень важны, составляющие успешных людей именно, как бороться с депрессией, с одной из самых опасных болезней, которые, например, в Америке, да, с побольше рядом, просто все лечатся от депрессии, у нас здесь немножечко попроще с этим. Опять же, что я рекомендую здесь, если вы узнали себя в таком человека, который постоянно стремится к чему-то, и как белка загнался, и не знает, что делать дальше, к чему уже стремиться, или вы, когда он шифтер, типа наслаждаетесь жизнью, ни к чему не стремитесь, растеряли весь свой дух, растеряли все свое стремление к движению дальше, прежде всего нужно понять, в чем корень причины. и если Адлер, если другие исследователи, если я с этим видео угадала, что всему виной здесь тщеславие, то есть напрасное стремление быть самым лучшим, и отсюда вот эта неуверенность в себе, отсюда боязнь стать вторым, то есть последним, естественно, нужно поработать над собой, в этом плане нужно понять, что я смогу быть лучше в чем-то другом, я смогу после того, как закончу институт сейчас делать что-то другое лучше, и сейчасшние трудности, в том числе мои психологические трудности, не должны отложиться на моей дальнейшей карьере, на моей дальнейшей жизни, на моем дальнейшем успехе, когда мы таким образом поработаем над собой, естественно, потом все будет проще, потому что только от того, что мы боимся, только от того, что мы здесь и сейчас недовольны собой, мы можем наделать больших ошибок в жизни, поэтому понять, откуда ноги растут, затем выбрать себе этот путь, который мы будем проходить, это путь дауншифтера, это путь дегенерации, когда мы наслаждаемся жизнью и в этом не видим ничего плохого, мы так хотим, мы так будем привыкать, мы не будем ничего достигать, мы не будем реализовывать себя как личность, мы будем просто наслаждаться моментом, или же мы будем идти, достигать, мы будем бороться, мы будем постоянно в движении, мы будем ставить себе цели, идти к ним, затем немножко кайфовать, ставить другие цели, достигать их, и вот исходя из того, что выберет ваше сердце, на что вы готовы в данный момент, и то, что не приведет вас к депрессиям, к болезням, к разочарованиям, вот это и есть ваш путь, самое главное это найти гармонию в себе и найти вот этот ответ на вопрос, что я буду делать, я буду что-то делать или я ничего не буду делать, я буду просто жить, я буду просто плыть по течению, и я уже согласен с тем, что я не буду первой, но моему тщеславию тогда это не должно наносить никакого ущерба, потому что мы должны отказать себе в том, что у нас есть вот это стремление быть лучше других, есть или нет, готовы мы мириться с одним образом жизни, с другим образом жизни, как найти вот этот баланс в себе, как найти этот путь, я обязательно буду рассказывать в следующих видео, я надеюсь, что вам было полезно, я надеюсь, что вы подумаете, я надеюсь, что вы поспрашиваете себя, что вы хотите, что вам делать, что лично в вашей ситуации будет работать лучшим образом, а лучшим образом это без потерь, потери это болезни, это стресс, это несчастливая жизнь, потому что важно, чтобы вы были счастливы, жизнь у нас одна, она не так длинна, как хотелось бы, как казалось бы, каждая минута тикает одна за одной, и наша задача, ложась в кровать вечером, сказать, да, я хорошо прожил этот день, я была счастлива, я сделал все, что мог сегодня, я буду делать завтра то же самое, что и сегодня, потому что это моя жизнь, я выбрал свой путь, и мне на этом пути хорошо. Обязательно делитесь своими мнениями в комментариях, я желаю вам выбрать свой путь и свой стиль, и с наименьшими потерями реализовывать свое жизненное предназначение, о котором мы также говорили во многих предыдущих видео, и поговорим еще. До встречи, мои дорогие, на канале Катарина Вебер. Всем желаю всего самого хорошего, и всем пока.